сегодня поговорим про bluetooth в ios вот я решил систематизировать как бы те знания технологии которые есть в ios для работы с bluetooth вообще общие какие-то сведения чтобы просто напомнить тем кто уже знаком кто что-то не очень знает про что вы имели более полную картинку вот но начнем сначала с истории на думаю многие слышали то что bluetooth изначально был разработан шведским ученым в компании эриксон ответственным за создание технологии считается я об хардсен голландец и технологию назвали в честь датского короля харальда блатанда по легенде он любил чернику и был известен тем что объединял радующие племена дани на веге и швеции не платан переводится как синие зубы первая спецификация bluetooth была официально представлена 1999 году и тогда же появились первые устройства телефоны ericsson двух моделей принцип работы по сути bluetooth это радиоволны которые работают на частотах от 2402 до 200 2480 мегагерц либо 483 с половиной в bluetooth применяется метод расширения спектра скачкообразной перестройки частоты довольно прост реализация обеспечивает устойчивость к помехам при достаточно дорогом оборудовании частота меняется в соответствии с псевдослучайной последовательностью чисел которые заранее известны как отправителю так и получателю основные проблемы первой версии это нестабильный сигнал и постоянное прерывание соединения также отсутствие должной совместимости устройств то есть когда две разные компании выпускают новинок два совместимых устройства все равно пользователи не могли быть уверены то что они смогут соединиться по bluetooth в первом обновлении даже не в первом а вот bluetooth 1.2 было произведено ряд улучшений повышение скорости передачи данных и улучшение помеху устойчивости вот так же появился появилась поддержка профиля и тюдипи который позволил передавать стереозвук по стереозвук наверно не будем говорить там еще целая большая тема про кодеки и так далее вот ну и вкратце наверно пробежимся по обновлениям во второй версии была увеличена скорость передачи данных в теории это было 3 мегабита в секунду вот на практике конечно меньше появилась технология chance data rate он же EDR и которая с помощью более совершенной версии протокола увеличила скорость также была добавлена дополнительная полоса пропускания для синхронного подключения нескольких устройств и немного снизилась энергопотребление вообще первая версия довольно были энергозатратными в третьей версии которая была принята 21 апреля 2009 года инженеры поставили перед собой цель значительно повысить скорость передачи данных в теории даже получилось 24 мегабита в секунду вот сколько было на практике неизвестно но наверняка не столько и соответственно 3.0 уже включал сюда две версии системы это стандартная которая до 3 мегабит вторая версия и новая совместимая с 802.11 то есть wi-fi как раз со скоростью 24 мегабита в секунду и в зависимости от размера передаваемого файла менялась версия вот но как бы несмотря на этот стандарт все-таки bluetooth 3.0 не был совместим с спецификацией wi-fi в четвертой версии это вообще ну по сути наверное новая жизнь bluetooth потому что здесь был сделан главный акцент на низкое потребление и как раз в этот момент его активно стали использовать в мобильных устройствах энергопотребление было снижено за счет того что вместо постоянной активности включал он включался лишь момент отправки или приема данных вот и за счет этого получалось экономия заряда увеличен радиус действия до 100 метров и скорость естественно упала за счет снижения энергоэффективности увеличение энергоэффективности составляла 1 мегабит в секунду в теории ну и в результате этого четвертая версия bluetooth он же bluetooth low energy работал уже совсем по другому принципу было два минорных обновлений это 41 там была совместимость сетями lte 42 это увеличена пропускная способность пятая версия bluetooth была представлена 2016 году здесь было увеличение скорости до 2 мегабит в секунду уже и расстояние до 240 метров и еще больше было снижено энергопотребление также появилась возможность подключается одновременно сразу два аудио устройства к одному источнику bluetooth 5.1 в 2019 году который анонсировали появилась возможность определять направление сигнала есть два метода это оценка угла приема сигнала оценка угла выхода сигнала когда используется метод оценки угла приема то на опорном устройстве используется передатчик с одной антенны и он всылает сигнал перенгации принимающие устройства используют уже антенную решетку и определяет разность фаз за счет этого оценивается относительно направление до источника сигнала при оценке угла выхода сигнала уже получается обратная ситуация то есть на перемещающемся устройстве точнее стационарный передатчик использует коммутированную антенную решетку а принимающие устройства получает сигналы с помощью одной антенны которая измеряет разность задержек для оценки относительного направления версии 2 у нас появилась улучшенная версия протокола атрибутов вот он стал более безопасен там использовалось шифровые соединения и новый power control который позволял динамически оптимизировать мощность для связи между подключенными устройствами также появился изохранные каналы это функция поддержки нового стандарта передачи аудио теперь хотелось бы подробнее рассмотреть именно бле то есть четвертую версию потому что именно с нее началось активно использование на мобильных устройствах за счет того что была уменьшена энергия у нас получилась возможность обеспечивать более длительную связь и соединять мелкие устройства с маленькими по размеру источниками питания в 4.0 также вот поддерживался старый протокол то есть классический bluetooth это basic rate и unchanged data rate и новый это бле то есть были устройства которые поддерживали как оба и только бле вот вообще если рассмотреть как устроено само bluetooth устройство любое то она состоит из нескольких составляющих это приложение она реализует саму логику работы для пользователя ведущего устройства он же хвост верхние уровни протоколов bluetooth и контроллер это отвечает за нижние уровни соответственно по аппаратным решениям есть три варианта это либо одна кристальная схема где сразу и хвост и контроллер применялся в компактных дорогих устройствах и есть решение на двух микросхемах когда приложение ход соединение протоколу HCI например как мобильных устройствах а также есть тоже на двух микросхемах но за счет соединения происходит за счет проприетарного протокола здесь можно на схеме более подробно ознакомиться со стеком протоколов уровень приложения это высокий уровень стека там логика на уровне хоста есть различные профили то есть generic access profile профиль общего доступа generic attribute profile тот те самые профили которые являются обязательными для поддержки если это устройство реализует bluetooth 4.0 но думаю все перечислять не будем там про профили попозже подробнее поговорим а на уровне контроллера уже есть канальный уровень не физический уровень ну и хост контроллером соединяется обычно через протокол HCI в стандарте bluetooth четко разграничено понятие протоколы и профиля протоколы это неотъемлемая часть спецификации как горизонтальная горизонтальная часть отдельных уровней стека bluetooth а профиль это набор функций или возможностей доступных для определенного устройства bluetooth для совместной работы bluetooth необходимо чтобы все они поддерживали общий профиль профиль это как вертикальный связь функциональности и может быть вот как обязательный про который говорили на прошлом слайде так и специфически для данного устройства то есть на каком-то устройстве может быть реализован какой-то свой профиль но не факт что другие устройства будут поддерживать в отличие от обязательных профилей ну и в связи с этим в iOS есть некоторые ограничения при работе с bluetooth в iOS поддерживается ограниченное количество профилей вот можно знакомиться со списком и за счет этого нельзя например установить сессию и передавать данные с android устройством потому что для этого нужен профиль последовательного порта вот он уже связан с частым made for iphone программе это подразумевает модуль аутентификации который должен быть добавлен к оборудованию и телефоны на android его не поддерживают и поэтому связь с iphone невозможно потому что просто невозможно произвести аутентификацию но я думаю многие еще замечали то что когда какие-то аксессуары мы покупаем там зачастую бывает поддержка по bluetooth android устройств а поддержки iOS устройств нет но как правило это решается за счет того что это устройство становится точкой доступа в вай фай и уже iOS устройство подключается по вай фай ну и теперь думаю стоит поговорить уже про инструменты для инструмент разработчика для работы с bluetooth вот самый очевидный мех это фреймворк core и bluetooth который как раз позволяет производить взаимодействие с BLE устройствами был представлен в iOS 5 и стоит отметить то что apple начала работу по внедрению BLE еще раньше android и еще до того как это стало популярной технологией core bluetooth это по сути обертка потому что сами по себе протоколы bluetooth они не настолько удобны в работе вот и поэтому apple создала такую удобную упаковку начиная с iOS 6 устройство ну айфоны смогли выступать как периферийное устройство а не только как центральное в 2019 году в core bluetooth добавилась поддержка basic rate и EDR устройств то есть это классический протокол bluetooth и начиная с iPhone 8 появилась поддержка пятой версии bluetooth ну вот на WDC 2019 была приведена такая вот такой график который показывал насколько увеличилась пропускная способность пятой версии bluetooth по сравнению с предыдущими если говорить о core bluetooth то основными сущностями являются не знаю как сказать по-русски правильно наверное центральное устройство и периферийное устройство но для удобства можно говорить централ периферал перифералы обозначают себя с помощью трансляции определенного сигнала называется advertisement и за счет этого централы когда производят сканирование могут определить то что рядом находится какой-то периферал и получить информацию о нем чтобы потом установить соединение ну если привести пример то ну как правило iPhone выступает как центральное устройство какие-то аксессуары там не знаю пульсомер какой-нибудь уже как периферийное когда центральное устройство обнарушивает периферийное оно запрашивает подключение и начинает исследовать данные этого устройства а периферийное уже отвечает на этот запрос центральному периферийное устройство содержит в себе сервисы и могут предоставлять информацию об уровне сигнала сервис это такой набор данных и связанных с ним поведением которые представляют собой функционал этого устройства например если взять пульсомер то сервис это данные о частоте пульсу человека сервисы в свою очередь могут состоять либо из характеристик либо из других сервисов характеристики если взять в пример тот же пульсомер то это будет например расположение датчика на теле место конкретное и например другая характеристика это уже данные самого пульса характеристики предоставляют дополнительные сведения об услугах этого периферийного устройства стоит отметить про работу bluetooth в бэкграунде для этого необходимо объявить один из бэкграунд мод там отдельный мод для роли центрального устройства и отдельный для периферийного как отмечает apple то что работа некоторых бэкграунде задач в бэкграунде может отличаться от обычной то есть в форкграунде и плюс стоит учитывать то что в бэкграунде приложение может быть завершено для освобождения памяти другого приложения начиная с iOS 7 в Bluetooth поддерживается сохранение состояния объектов менеджеров центрального периферийного устройства и восстановление уже после повторного запуска приложения еще одна технология которой стоит поговорить это iBeacon была представлена в тринадцатом году изначально позиционировалась как решение для навигации внутри помещения с помощью Bluetooth так принцип работы iBeacon или маячок с периодическим интервалом передает пакеты тот же самый Advertising который мы помним из эфирийных устройств но само соединение не устанавливает сами пакеты состоят из айтишника 128 битного также есть два значения 16 битных это Major и Minor они нужны для группировки маяков с одинаковыми ID также предоставляется информация о так называемом measured power это уровень сигнала в одном метре от передатчика и сравнивая уровень текущего сигнала с этим measured power можно определять примерное расстояние до этого передатчика возможно и сфера применения iBeacon это ну как изначально позиционировалась навигация внутри помещений можно применять для отслеживания товаров сотрудников контрольно-пропускные действия какие-то а также реклама но стоит отметить то что технологии имеют свои недостатки которые в свою очередь вводят определенные ограничения и неудобства при реализации функционала например приложение может слушать только те маяки на которые изначально настроены то есть нельзя просто поставить какой-то Beacon который будет транслировать на все устройства которые рядом нужно именно приложение в котором который будет знать конкретно об этом Beacon второе это скорость реакции устройства она варьируется от секунды до нескольких минут и может так получиться то что человек уже прошел например эту точку но сама нотификация от Beacon пришла гораздо позже плюс есть еще такая проблема то что сами мычки выходят из строя соответственно при замене нужно данные о них в приложении обновлять то есть получается нужен какой-то бэк где будет запрашиваться данные об этих маячках и еще одна из таких основных проблем это трудности в навигации потому что расстояние до маячков определяется только силой сигнала и у нас соответственно есть единственный способ это точнее самый очевидный способ это триангуляция сигнала то есть мы измеряем мощность ну примерно расстояние до трех маячков и как минимум трех и определяем точку примерно но например если между маячком и устройством будет какая-то помеха то уровень сигнала упадет и это исказит данные о расстоянии до этого маячка в одно из решений такой проблемы это алгоритм фингерпринтинг или отпечаток местоположения это когда заранее в этом помещении осуществляется предварительная запись векторов от идентифицированных маяков и у нас получается определенный набор точек в помещении где эти значения уже заранее определены и при навигации можно сравнивать текущие значения со значениями из этого набора и примерно уже по этому отпечатку получить какую-то точку что будет более точнее чем прямая триангуляция еще одна еще один фреймворк который затрагивает работу с Bluetooth это Multipir Connectivity появился в iOS 7 или в 10 macOS он поддерживает сразу несколько интерфейсов то есть не только с Bluetooth работает но и Wi-Fi Ethernet в случае с Mac позволяет также находить устройство поддерживает шифрование может передавать небольшие сообщения и файлы принцип работы довольно схож с принципом работы собственно Bluetooth то есть есть одно устройство которое осуществляет передачу сигнал что оно готово осуществить соединение другое устройство сканирует соответственно они наговариваются между собой и уже начинается сессия где происходит обмен сообщениями вот основные классы MPC это сессия то есть она управляет взаимодействием между пирами с с помощью сессии можно отправить сообщения файлы потоки и также с помощью делегата сессии можно получать уведомления когда соответственно получается какое-то сообщение там или файл есть пир есть также два сервиса это адвертайзер и браузер первый позволяет транслировать имя сервис с окружающим устройством а другой позволяет находить и есть даже контроллер где какой-то есть базовый UI для поиска окружающих устройств но в целом получается такая обертка которая позволяет взаимодействовать устройством между собой без использования сети интернет причем использование только Bluetooth ну и например общую Wi-Fi сетку или прямое соединение Wi-Fi причем если например у нас есть три устройства как на одном будет включен Bluetooth на другом Wi-Fi а на третьем и то и другое то в такой межсетке первые два могут установить между собой соединение с помощью того устройства на котором то и другое включено такая штука ну на этом пожалуй все спасибо за внимание внимания на этом то и что это как то что это не